Партийцы готовы к выполнению задач, озвученных президентом в ежегодном послании. В здании областного филиала «Нур-Атан» сегодня состоялось заседание актива. В управлении сельского хозяйства подвели итоги работы по сбору урожая и рассказали о текущем процессе подготовки пассивных площадей к следующему году. В области проводится акция «Безопасная дорога» с участием школьников. Цель данного ОПМ – предотвратить случаи детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Факс». В студии работает Ирина Черней. Сегодня в здании областного филиала «Нур-Атан» состояло заседание, темой которого стало послание президента Республики Казахстан Касамжи Мартакаева к народу. В ходе обсуждения его ключевых направлений участники делились своими идеями по поводу реализации ряда задач и новой концепции работы. Очень много было сказано о благосостоянии жителей нашей страны, о необходимости дальнейшего социально-экономического развития нашей страны. Отдельным пунктом отмечались вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, вопросы сельского хозяйства. Лично я, как депутат областного масляхата, для меня было отрадно слышать, что в этом году депутаты будут наделены многими функциями, а именно это тесная работа со своими избирателями именно в части онлайн-петиции. В совещании приняли участие руководители государственных учреждений, депутаты масляхатов, акимы города и районов области, представители общественных и неправительственных организаций, СМИ и лидеры общественного мнения. В основном обсуждались ключевые вопросы развития областной экономики, социальной модернизации, сферы образования и предпринимательства, а также работа госслужащих, которая теперь будет проводиться согласно новым указаниям главы государства посредством онлайн-встреч и регулярных отчетов. Сегодня на площадке региональной службы коммуникации заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Салфхан Аптиев подвел итоги работы по сбору урожая в текущем году и рассказал о текущем процессе подготовки посевных площадей к следующему году. На сегодня у нас по области предстоит убрать 445 тысяч гектаров зеленых культур, 46 тысяч гектаров масличных культур, 104 тысяч гектаров кормовых и 12 тысяч 200 гектаров картофеля и овощебахчевых культур. На сегодня практически по всем культурам уборочные работы уже начались. Если взять отдельно зерновые культуры, то на сегодняшнюю дату по области скошено 12 тысяч 200 гектаров зеленых культур. Это процентное выражение получается 47,6% от общей намеченной площади. Средняя урожайность зерновых культур в текущем году составила 9,2%. Сбор урожая зимых культур составил в среднем 12 гектаров, а около 3313 гектаров – это овощебахчевые культуры. На данный момент переработку зерновых культур в регионе производят несколько элеваторов – Тикибийском, Артукском, Каргалинском, Хромтаусском районах и 2 в областном центре. Цена на дизельное топливо для крестьянских хозяйств остается стабильная – 161 тенге за литр. Также до конца сентября запланирована обработка 12 тысяч гектаров земли для подготовки к посеву озимых культур. В целом в этом году на поддержку развития сельского хозяйства в условиях пандемии из государственного бюджета выделено порядка 1,3 млрд тенге. Со 2 по 12 сентября в области проводится акция «Безопасная дорога» с участием школьников с целью данного ОПМ – предотвратить случаи детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий. По территории городского отдела номер 4 проводим во всех школах с детьми профилактическую беседу, а также с их родителями, чтобы они знали, как переходить правильно правила дорожного движения, что очень много деток сейчас в такое время попадают под машины в ДТП. С участием несовершеннолетних данных фактов у нас в летний период было очень много зарегистрировано. В ходе профилактических мероприятий сотрудники полиции проводят разъяснительную беседу с детьми и родителями на тему правил передвижения около проезжей части по дороге в школу и домой. По данным правоохранительных органов, с начала года в области произошло 60 несчастных случаев на дорогах с участием несовершеннолетних. Строительство нового здания под бизнес на бывшей парковочной площадке вызвало массу недовольства у жителей дома номер 27 по улице Абулхайрхана. Какие причины сподвигли жильцов обратиться с письмом к самому градоначальнику смотрите в следующем сюжете. На этом месте, где сейчас вот уже неделю ведутся подготовительные работы к строительству нового торгового объекта, появился большой котлован. Как рассказали жители, увиденное в первый же день поверкло их в шок. Ни о каких ремонтных, а тем более о предстоящих строительных работах их никто не уведомлял. Между зданиями должно быть расстояние минимум 15 метров. Это написано в СНИПе от 3.01.2018 года. А теперь именно какую помеху от вас приносит основную проблему? Проблема в том, что машины стояли раньше здесь, сейчас они идут во двор, все эти машины. Ставят во дворе. Во дворе у нас получается, мы сами во двор закупали асфальт, асфальтировали этот двор. Сейчас там пылюка получается стоит. Не проехать, не пролезть. Житель соседнего дома Анатолий Дихтирук заявил, что по правилам между домами должен сохраняться определенный интервал. А то, что сейчас творят застройщики, по его мнению, является грубым нарушением. Да, неделю назад, грубо говоря. И очень резко, не предупредив никого абсолютно. А именно со стройщиками вы общались? Со стройщиками мы общались, нас просто футболят. А куда обращались вообще? В архитектуру, градостроительство? Мы обращались, получается, отправлялись на горячий телефон, то есть в Акимат отправлялись. Нам меня просто отфутболили оттуда, сказали, ждите, будет ответ. До сих пор ответ этот идет. Когда вы обращались? Вот, да, сразу получается, когда вот это начало строительство. После неудачных попыток получить объяснение у подрядчиков, Анатолий обратился в городской Акимат. Но там его обращение занесли лист ожидания. На месте конфликта нам удалось встретить непосредственно самих застройщиков, которые все же дали развернутое объяснение своих действий. Двухэтажное здание с подвалом. Всего объем там 63 квадрата, вот это 3 метра. А площадь первого этажа, вот это что? 61, как он говорит правильно. Вот здесь у нас все разрешение, оттуда тоже. Судя по документам, представленные подрядной организацией, все работы здесь проводятся согласно техническим требованиям. И что немаловажно, с разрешения городоначальника. Но жители не намерены останавливаться на этом. И буквально вчера отправили еще одно письмо Акиму города Асхату Шахарову с просьбой пересмотреть этот вопрос. Свой ответ на жалобу, каким официально в письменной форме ответили в ведомстве, они получат в течение следующих 15 дней. Тамирий Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Премьер-министра Аскара Мамина попросили отчитаться о проделанной работе в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Депутат Нуржан Альтаев выступил с депутатским запросом на заседании Мажелиса. Он потребовал предоставить отчеты об использовании выделенных денежных средств, о количестве жертв коронавируса и о причинах сложившейся плачевной ситуации. А сейчас новости республики. Кастак сообщает, почти 200 зараженных коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 6973 человека, среди которых 29 детей. В стационарах находятся 3527 пациентов, на амбулаторном уровне 3446. 195 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 к крайней степени тяжести 40 на аппаратах ИВЛ, говорится в распространенном в среду сообщении. Всего по последним официальным данным COVID-19 в Казахстане заразились 105 944 человека, 72 за прошедшие сутки. Из них 1600 умерли, 6 за минувшие сутки, сообщает Кастак. От пневмонии с признаками коронавируса с 1 августа по 2 сентября заразились 25 751 человек, 27 за прошедшие сутки. Умерли 295 трое за минувшие сутки. Выздоровели от коронавируса 97 371 человек. От пневмонии с признаками КВИ 5 594. Министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов рассказал, кто сможет снять часть пенсионных накоплений на покупку жилья, оплату лечения или образования в 2021 году, передает Тенгри Ньюзкий язык. На сегодня я хочу сказать, у 721 тысячи человек будет возможность использовать часть пенсионных накоплений в этих целях, что составит порядка 1,4 триллиона тенге, сообщил Нурымбетов на заседании правительства. Снять можно будет не более 50% от суммы имеющихся накоплений. По его словам, среди них около 530 тысяч работающих граждан, имеющих пенсионные накопления, превышающий порог достаточности, а также более 178 тысяч пенсионеров, которые имеют пенсионные накопления, и 13 тысяч человек, заключившие договор пенсионного аннуитета со страховой компанией. В послании народа Казахстана президент Касамжумар Такаев заявил, что граждане смогут досрочно использовать пенсионные накопления в 2021 году. Правительство разработало нормы, при которых 200 тысяч человек смогли бы использовать пенсионные накопления на покупку жилья. Такаев отметил, что первый шаг сделан, но нужно расширить круг лиц. Кастак сообщает, не менее 15 назначаемых президентом Казахстана топ-чиновников потеряют работу в связи с последним поручением главы государства Касамжамар Татакаева. Это ответственные секретари министерств, нацэкономики и иностранных дел, сельского хозяйства, финансов, энергетики, здравоохранения, информации общественного развития, торговли и инвестиций, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, юстиции, индустрии и инфраструктурного развития, культуры и спорта, образования и науки, труда и соцнаселения, экологии, геологии и природных ресурсов. По поручению президента Казахстана, институт ответственных секретарей упразднят в Казахстане. Ранее в ходе выступления с посланием народа Казахстана, Такаев заявил о том, что в Казахстане необходимо упразднить институт ответственных секретарей. По словам главы государства, спрос должен быть с одного человека, министра, назначаемого президентом. Кастак сообщает, подозреваемый в зверском убийстве 7-летнего мальчика Эдуарда Желеева в Восточно-Казахстанской области состоит на учете у психиатра. Напомним, 29 августа полиция сообщила о пропаже 7-летнего Эдуарда Желеева. Ребенок вышел покататься на велосипеде и пропал. Позже мальчика обнаружили мертвым. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель поселка Зубовск, который в ходе следственных мероприятий дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Убийство». Следователь управления полицией Нурсултана от лица потерпевшей написал заявление о примирении и закрыл дело, сообщает Время. Нургалит Леуберди, 27-летний старший лейтенант полиции, получил свое производство заявления от местной жительницы. Она указала, что неизвестные мошенники через социальные сети завладели данными ее кредитной карты, после чего сняли с нее 47 тысяч тенге. Был установлен подозреваемый, им оказался житель Павлодара. Дело было на грани раскрытия, однако следователь закрыл его сам. Он напечатал встречное заявление от потерпевшей, где указал, что она получила назад свои деньги, в связи с чем просит прекратить расследование. Спустя три месяца потерпевшая обратилась в прокуратуру. Самодеятельность Нургалит Леуберди раскрылась. Ему вменили злоупотребление должностными полномочиями и заведомо незаконное освобождение от уголовной ответственности. Суд приговорил их к следователю. Костак сообщает, полиция проверила психбольницы Мангостаусской области после сообщений о маньяке из России. Были проверены все учреждения, данная версия не подтверждается. Однако руководством департамента данная информация взята на контроль, сообщили в пресс-службе ДП Мангостаусской области. Ранее сообщалось, что подозреваемый в жестоких убийствах женщин-россиянин Валерий Андреев может скрываться в психбольнице Актау. Костак сообщает, краснокнижную белугу весом почти 120 килограммов поймали в Атерау. В настоящее время рыба доставлена на Ажей-Катараусский осетровый рыбоводный завод. Ее пол и возраст уточняются. Отмечается, что эти осетровые занесены в Красную книгу, так как находятся под угрозой исчезновения. Сегодня их вылавливают только в научных и селекционных целях. После рекламы смотрите следующие сюжеты. Немедленно открыть дежурные классы для своих детей. С этим требованием родители обратились к руководству одной из городских школ. Партия «Нуратан» проводит внутрипартийные выборы. В праймере с 28 августа завершился период выдвижения и регистрации кандидатов подведены итоги первого этапа. Расширьте возможности в вашей рекламе. Новая услуга – реклама с QR-кодом. Это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в Инстаграм. При просмотре ролика на Рика ТВ или баннера в газете Эврика. Все, что нужно – навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба «Медиагруппы Рика». Звоните 220-250-222-300. Эврика газеты баспан ұсқасында сәрсембі күні шығады. Эврика газеты электрондың ұсқада кез келген күні оқылады. 3W, ніктерикатывы, ніктер кейзет сайтында жаңа номермен материалдардың мұрағаты, фотосуреттермен бейнелер, сауынамалармен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, сөттеме беріңіз, тақырып жүверіңіз. Эврика газеты Продолжаем выпуск. Немедленно открыть дежурные классы для своих детей требуют родители учащихся средней школы номер 17. С этим главным волнующим всех вопросом мамы и папы учеников явились сегодня лично к директору школы. Одна из родительниц учеников этой школы Олеся Короткова в недоумении, почему цифровые платформы, по которым должен обучаться ее сын, практически не работают. И даже со смартфона получить доступ к какому-либо занятию для них становится настоящей катастрофой. Поэтому Олеся, как и несколько других родителей, решила, что единственным выходом для ее сына в получении знаний станет дежурный класс, которых, к сожалению, в их школе пока нет. Я говорю, я не знаю, как наши дети будут заниматься. Это уже просто... Писали с августа месяца, будут дежурные группы родителей, пишите заявление. Ничего, написали заявление. А толку? 30-го числа или какого-то 20-го нас уведомляют, что извините, родители, дежурных групп не будет. Мы в последнем... Когда 28-го или 29-го числа, нам только скинули пароли и скинули ссылку, на которую заходить через Болемленд. 28-го или 29-го числа это было. Как утверждают и другие родители, которые включены в список нуждающихся в дежурных классах, обучаться на дому с детьми для них сейчас главная трудность. Большинство из них находится на работе в дневное время. А следить за дисциплиной своих чат даже на онлайн-занятиях удается не всегда. С этой проблемой они обратились к директору школы. Первый класс мне им сказал, сейчас я оборудую 4 кабинета полосы, они будут приходящие. Сами знаете, по положению, при открытии дежурных классов максимальная комплектация должна быть 15. То есть получается у меня любой класс, он должен делиться минимум на 3 группы. Деление на 3 группы предусматривает это хотя бы 2 педагога. То есть по положению министерства педагог может вести одну группу дежурную, одну группу дистанционную. Или если весь класс идет на дежурные классы, тогда 2 группы по 15 человек. У меня сейчас в данном моменте в начальном блоке 7 педагогов ведут по 2 класса. Так как ни университет Жубанова, ни гуманитарный колледж не выпускает учителей начальных классов именно русской школы. Как пояснил директор учебного заведения, из-за недостатка педагогов начальной школы дежурные классы соответственно к работе не готовы. Но заверил, что вопрос уже решается в отделе образования. В октябре учащиеся у дежурных классов смогут продолжить обучение уже в очной форме. Тамири Шумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт». 17 августа по 3 октября партия «Нуратан» проводит внутрипартийные выборы. Праймерис 28 августа завершился период выдвижения и регистрации кандидатов. Подведены итоги первого этапа. Всего по Октябрьской области зарегистрировано 486 человек. Из них 35,8 процентов, 174 человека – это женщины, 29 процентов, 141 человек – молодежь до 35 лет. От первичных партийных организаций выдвинут 221 гражданин, 265 кандидатов составили самовыдвиженцы. Сейчас по нашей сфере, по стратам у нас в Октябрьской области сейчас предприниматели 22 процента, образование – 28 процентов, в сфере здравоохранения – 47 процента, культура, спорт – 5,9 процента, представители неправительственной организации – 2,5 процента, представители СМИ, блогеры, журналисты, 0,8 процентов, в сфере ЖКХ – 3 процента, промышленность – 6,9 процентов, в сфере хозяйства – 2,8 процента. Особую активность к участию в праймеризе проявили в городе Актубе, Мугалжарском, Хромтауском, Шалкарском и Алгинском районах. Согласно плана праймериз, 31 августа по 6 сентября пройдет этап подготовки кандидатов к агитационной кампании. Наши партийцы уже все ознакомлены с правилами. Сейчас у нас в области насчитывается около 33 150 наших членов партии, 221 первичные партийные организации. В данный момент мы с ними тесно работаем. В период с 7 по 3 сентября кандидаты проведут агитацию. Одним из основных мероприятий агитационного периода являются публичные дебаты, которые продут с 14 по 30 сентября на трех уровнях. По области определены 25 мест и их проведение. Участие в публичных дебатах для всех кандидатов обязательно в двух раундах. В первом кандидаты презентуют свое видение решения проблем конкретных населенных пунктов. Во втором между кандидатами проводится дискуссионная сессия в формате вопрос-ответ. В условиях пандемии дебаты кандидатов пройдут в онлайн-формате или с соблюдением всех санитарных норм. Ирина Гульц, по информации пресс-службы октябрьского филиала партии Нур-Атан, специально для программы «Факт». Сегодня в общеобразовательной средней школе номер 60 состоялось открытие новой телестудии «60 Live». Данный проект направлен на объединение учащихся, педагогов и жителей. Профессиональная телестудия открылась в одной из средних школ нашего города. Юные журналисты, телеведущие и операторы будут пробовать свои силы и развиваться, параллельно изучая азы ораторского искусства. Данный проект направлен на объединение как ребят и педагогов, так и жителей нашего микрорайона. Соответственно, и название она получила созвучие школы «60 Live». Студия темнотически оформлена, полностью оснащена новыми современными технологиями. По словам педагогического коллектива, этот проект развивает слаженность командной работы учащихся, а также помогает в профессионализме, если свою будущую трудовую деятельность они захотят связать с журналистикой. Здесь есть все для того, чтобы юные дарования могли самостоятельно создавать собственные творческие проекты и писать сценарии к съемкам. Большинство девочек тянутся больше к новостным программам, пробуя себя в роли диктора или ведущего познавательной рубрики. Одна из учащихся этой школы Мульдыр Миржанова. Девушка прошла соответствующий кастинг для работы в этой телестудии и теперь, наверное, не останавливается на достигнутом и собирается реализовать новые творческие идеи. Но пока что только в стенах школы. Я прошла кастинг. Наш кастинг составился из два тура. Мы читали разные, разностаренные тексты, как, например, были ведущими новостей, разных интервью и так далее. Я прошла этот кастинг и начала уже как бы разнообразно работать. Все желающие будут работать в телестудии без помощи консультации профессиональных операторов, монтажеров и редакторов. Ученики школы совместно с педагогами уже с нетерпением ждут воплощения идей своих авторских проектов и в дальнейшем желают работать в сфере телевидения. Дамирис Жумабаева, Алексей Уразов, программа «Факт». Согласно посланию президента Республики Казахстан Катамжумар Татакаева, всем регионам страны поставлено четкое указание развивать массовый вид спорта. На данный момент Актюбинским областным управлением спорта продолжается работа по строительству ряда новых спортивных объектов, которые к концу текущего года уже начнут свою деятельность. На сегодняшний день в области у нас функционируют 34 детско-юношки спортивные школы. Из них это 18 городских областных детско-юношки спортивных школ, 12 районных и 4 городских, в которых занимается более 19 тысяч учеников. А также у нас функционирует школа-интернат-колледж имени Сидбатыра Липецкого резерва, где обучается 290 студентов. Из них получается 44 студента и остальные ученики. А сейчас новости спорта. Казахстанка Елена Рыбакина удачно отыграла первый круг открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке, сообщает вести Киезет. На этой стадии она выиграла у украинки Катарины Завадской 2-0. Ранее казахстанец Михаил Кукушкин также прошел во второй круг, переиграв венгра Атилу Балаша 3-0. Тогда как другой казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл британцу Кайлу Эдмонду 1-3. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова